ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вообще кошмар какой. Радищев, да, он целый написал, понимаешь, роман о этой поездке. Путешествие из Петербурга, Москву. А сейчас захочешь написать, не успеешь ручку занести, уже приехал. Так что, друзья, вот. Но это обыкновенный пассажир. А наш корреспондент, он не просто так ехал. Он в процессе поездки целый фильм снял про этот поезд. Ну, фильм получился так себе, поэтому мы его порезали до сюжета, и получился вот такой сюжет. Москва. 1945 год. Радистка Зинаида собралась в Ленинград навестить боевых подруг. Путешествовать решила по железной дороге. Как раз после Парада Победы на рельсы поставили новенький паровоз. Там же спустя 65 лет. Студент второго курса и по совместительству диджей Никита едет в Питер на R&B-вечеринку. Он планирует доехать с ветерком, потому что купил билет на современный скоростной поезд. Программа «Галилео» начинает уникальный эксперимент по перемещению во времени. Давайте поменяем наших героев местами и понаблюдаем, как люди из разных эпох доедут до места назначения. Зина отправится в Ленинград на скоростном электропоезде. А Никита будет добираться до Питера на древнем паровозе. Начинаем сравнивать. Этот паровоз развивает значительную, особенно по тем временам, скорость – 80 километров в час. Ну а этот поезд назван в честь самой быстрой птицы на Земле – Сапсана. Ведь предел скорости электропоезда – 350 километров в час – сравним с пикированием «Сокола». Прошло всего 65 лет, а скорость передвижения от пункта А до пункта Б по железной дороге увеличилась с 80 до 250 километров в час. Давайте разберёмся, какие технологии и новшества помогли прибавить в скорости более чем в три раза. «Вперёд, Зинаида, не стесняйся! Занимай место согласно купленному билету». Скоростные поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом уже два года. Кстати, высокоскоростными именуют только те, которые мчатся быстрее 200 километров в час. Сапсан – один из них. Они такие разные с виду, но и у них есть много общего. Например, процесс отправления в путь. Весь им отправить поезд с паровозом, мы отпускаем свой тормоз. Я выключаю стояночный тормоз, потому что поезд всегда должен стоять на тормозах. Переводим реверс вперёд. Реверсивный подключатель, который выбирает направление движения вперёд или назад, в положение вперёд. Открываем регулятор давления. И тяговым контроллером я выбираю необходимое положение. Даём сигнал отправления. Поезд начинает движение. Поехали. Ну что, Никита, бери лопату раз за шоу. Начинай запускать паровоз. Он работает на угле. Его закидывают в топку, температура в которой достигает тысячи градусов. Площадь топки шесть квадратных метров. Жар нагревает котёл с десятью тоннами воды. Сам котёл представляет собой сосуд, в котором кипящая вода и пар создают давление в четырнадцать атмосфер. Через небольшой клапан пар подаётся в два цилиндра, где разгоняет поршни, которые, в свою очередь, и вращают колёса. Схема простая, но отлично действующая уже больше двухсот лет. Чтобы проехать один километр, топке нужно скормить сто двадцать пять килограммов угля. Но даже если сжечь сразу всё топливо, паровоз быстрее восьмидесяти километров в час всё равно не поедет. А вот котёл рвануть может, но об этом чуть позже. Теперь Сапсан. В качестве энергии локомотив использует электричество. Сапсан питается от постоянного тока, поэтому на крыше двух вагонов имеются токоприёмники, как у трамвая. Вот только скорости совсем не трамвайные. Кстати, о скорости. Вы удивитесь, но на различных участках дороги Сапсану приходится ехать по-разному. В черте города не больше ста двадцати километров. От станции Крюково до станции Обухово скорость увеличивается до двухсот километров. И лишь на одном ровном участке от Боровёнка до Торбина Сапсан мчится со скоростью в двести пятьдесят километров в час. Быстрее не разрешается. Паровоз, как мы помним, медленнее и опаснее. Ведь по большому счёту это бомба на колёсах. Особенно в неумелых руках. Если чуть-чуть не уследить и позволить воде выкипеть, давление поднимется до критических семнадцати атмосфер и котёл разорвёт изнутри. Предотвратить взрыв помогает лишь водомерное стекло. Напоминает уровень воды в обычном чайнике. Но благодаря ему машинист знает, сколько воды осталось в котле. В скоростном электропоезде за функционированием всех систем отвечает электронный мозг. В компьютер, который находится в кабине машиниста, стекается информация о пяти тысячах возможных неисправностях. А как скорость движения отражается на удобстве пассажиров? Должно нещадно трясти. Но, как видим, Зинаида путешествует с комфортом. В чём секрет? Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось заглянуть под вагон. Видите эти резиновые баллоны? Это своего рода амортизаторы. Они наполнены воздухом и стабилизируют вагон во время движения. А от шума и постукивания спасают стеклопакеты и звукоизоляция вагонов. Оказывается, между стенок проложен слой стекловаты. Кстати, конструкционно весь состав Сапсана представляет собой единое целое. Благодаря этому вагоны не раскачиваются друг относительно друга. Так что же всё-таки помогает электропоезду развивать такую скорость? Наверное, он лёгкий. Сапсан, хоть его корпус и сделан из алюминия, весит около 700 тонн. Для сравнения, паровоз с вагонами потянет примерно настолько же. Так что дело не в весе. А вот обтекаемая форма, которая уменьшает коэффициент лобового сопротивления, безусловно, помогает бить рекорды скорости. Сейчас объясним, как это работает. Лобовое или аэродинамическое сопротивление это сила, которая препятствует движению предмета в жидкостях и газах. Если сложить две величины, касательное трение, которое образуется вдоль предмета и силу давления, она перпендикулярна движению предмета, мы получим лобовое сопротивление. Чем оно меньше, тем быстрее движется поезд. Кстати, чем с большей скоростью движется Сапсан, тем легче он становится. Как это получается? Смотрите. Сапсан сконструирован так, что воздушный поток, который проходит по крыше, движется гораздо быстрее, чем воздушный поток, который проходит снизу, в районе рельс и колес. Далее вступает в действие закон Бернулли, согласно которому, чем больше скорость, тем меньше давление. Поэтому внизу поезда создается область повышенного давления, а сверху пониженного. То есть поезд на скорости как бы взмывает вверх, как наземный самолет. Ну что же, приехали. Осталась самая малость. Отдохнувшей Зинаиде объяснить своим подругам из разведки, каким таким поездом она доехала до Ленинграда всего за три с половиной часа. А ворочащему уголь Никите поведать друзьям, где его носило 12 часов, и почему он пропустил вечеринку. Знаете, а я все-таки против того, чтобы у нас везде ездили такие сапсаны. Это ж пропадает вся романтика путешествий. Раньше садишься в поезд, разговоры, знакомство с соседями, достаешь колбасу режешь, напитки разные, лапшичку завариваешь уже на третий день, у бабушек покупаешь пирожки просроченные. Ну, какая-то жизнь, понимаете? А тут сел и приехал сразу. А где пирожки? Ах, не люблю все это. Тише едешь, дальше будешь. Поверьте моим словам.